Здесь, в Ледяном Кубе, кажется, все еще витает дух прошедших зимних игр. Керлингисты играют на тех же дорожках, на том же качественном Олимпийском льду. Единственное отличие от трибуны стадиона, которые в феврале были заполнены под завязку, сегодня абсолютно пустые. Возможностью бесплатно посмотреть на ледяные баталии российских керлингистов воспользовались немногие, но зрители все-таки были. Наталья Башко рассказывает, после Олимпиады остановиться в желании болеть до сих пор не может ни она сама, ни вся ее семья. На чемпионат России Наталья пришла с дочками и мамой. Мы во время Олимпийских игр не попали на керлинг, а тут получилась такая возможность бесплатно попасть, поболеть команды, которые участвовали на Олимпиаде. Очень интересно, говорят, жаркая игра будет. На трибунах Ледяного Куба можно было увидеть и члена Олимпийской сборной страны Петра Дрона. На дебютных зимних играх в Сочи российская команда заняла высокое для себя седьмое место. На чемпионате России у Петра и его команды он играет за Адамант-1. Шансы есть даже на золото. Клуб из Санкт-Петербурга – трехкратный чемпион России по керлингу. Я бы выделил несколько команд. Команды три. Все они, наверное, из Москвы. Но, в принципе, здесь любая команда может дать бой. Так что надо аккуратно со всеми играть. Главный соперник питерских керлингистов – клуб «Москвич». В его составе играют сразу три члена Олимпийской сборной – Алексей Стокальский, Александр Козырев, Андрей Дроздов. За последние несколько лет команда не опускалась ниже третьей строчки итогового протокола чемпионата России. В прошлом году москвичи уступили золото Адаманту. Выявить сильнейшего тогда помог лишь дополнительный матч. Судьба медалей высшей пробы чемпионата в Сочи станет известна 24 апреля. По итогам турнира будет сформирована сборная страны на участие в международных соревнованиях.